Максим, привет! Добрый день, Клим Александрович! И всем привет! Вот мы вынуждены таким вот изоляционистским образом общаться, но что поделать, такая же нынче экологическая обстановка. И, кстати, в этой связи, вот двух лет, Максим, не прошло, с тех пор, как мы у Дмитрия Юрьевича Пучкова на тупичке записывали ролик о гражданской обороне и об общественной безопасности. Вот был наш самый первый ролик. Так точно. Так и хочется сказать вот этим самым дурацким из кино словом «А я же предупреждал!» Да, я же говорил, и ведь буквально вот всё, что мы говорили, всё, что мы говорили в негативном ключе, оно всё почему-то раз, и при первой, так сказать, этой самой угрозе Ахтунга всё и случилось. Я думаю, что так как угрозы биологические на протяжении всей истории человечества существуют, человечество побеждает старые, возникают новые, то возможно, что и при таком подходе, при таком развитии событий нас даже не нужно будет убивать какими-нибудь войнами, мы вымрем сами. Помните, мы с вами говорили, что вообще-то выжить в одиночку практически невозможно, да? Да, мы тогда ещё применили термин «выживальщики» и «доживальщики». Да, да, да. Одиночка — это доживальщик, коллектив — это выживальщик. Но чем отличается вообще, допустим, коллектив от толпы? Толпа неорганизована. Толпа — это что-то вот такое стихийное, неуправляемое. Да. То есть то, что не двигается в каком-то одном векторе, не работает в этом векторе. Коллектив — это всегда дисциплина, субординация чёткая, всегда точное понимание своей роли в этом коллективе, правильно? И задачи, которые перед этим коллективом стоят. Ну хотя бы не точные, хотя бы просто. Про точные — это вообще было бы идеально, но оно бывает редко. Разумеется, разумеется. И вообще неважно на самом деле, какая угроза. Мы когда говорили в целом о выживании, о гражданской обороне, мы, естественно, сосредоточились больше на угрозах именно, как раньше говорили, зомб, то есть защиты от оружия массового поражения. Или, как сейчас говорят, радиационное, химическое и биологическое. Вот эти угрозы были нами рассмотрены как таковые. Да, мы даже ещё сделали такой акцент, что действительно, раз есть хотя бы одно средство доставки и средство поражения с ядерной начинкой, то есть ядерной, значит, мы должны учитывать такую угрозу. Если есть хотя бы один боеприпас с химической начинкой, с каким-нибудь отравляющим веществом боевым, мы также не имеем права, как бы сказать, игнорировать эту угрозу. Если есть хоть одна лаборатория, которая занимается исследованиями в области биологического оружия, мы также не имеем права, как сознательные граждане, игнорировать эту угрозу. Я бы сказал вот что. Так как бактерии и вирусы проживают на нашей планете гораздо дольше нас и будут проживать после того, как нас никого не останется, вот их-то мы игнорировать в первую очередь не имеем права, потому что они угробили людей больше, чем любое оружие на полите Земля. Так точно, так точно. То есть нам сейчас история, такой жестокий учитель, опять предоставила возможность извлечь ещё один урок. То есть так прочувствовать этот урок на собственной шкуре, если можно так выразиться. История предоставила нам такой урок, она очень жестокий учитель, и вы абсолютно правы. Если ядерное оружие и химическое оружие, даже в историческом понимании достаточно молодые средства уничтожения живой силы противника, причём массового уничтожения, то бактерии и вирусы сопровождали практически нас. Они появились раньше и сопровождали человечество на протяжении всей его истории, в том числе и осознанной истории, когда человечество начало в мемуарах, в каких-то исторических трудах отражать это всё. Вы же как историк знаете, что чума, например, была известна со времён Древней Греции, Древнего мира, то есть со времён античности. Ну, первая большая чума — это VI век, чума Юсюняна так называемая. Да, 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 всё верно. До этого были тоже какие-то там, ну, скажем так, массовые заболевания у населения, но мы зачастую не можем их идентифицировать, потому что в те времена медицина была не развита, они не могли выявить патоген, да? Но массовое вымирание каких-то даже целых регионов отмечено в истории, это факт. И если мы даже посмотрим на новейшую историю, то, что мы с вами вот за свою жизнь, вот нам обоим, в принципе, ну, так сказать, 40 с небольшим, да? Так. И мы с вами можем вспомнить, ну, что-то было до нашего рождения, что-то в момент нашего рождения, во время нашего рождения, мы с вами можем вспомнить эти угрозы, я имею в виду биологические угрозы. Ну, первая — это испанка, конечно, знаменитая, сто лет назад. Да, 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 сто лет назад, сразу, да? Потом вот такие из прям новейшей истории, это 1967 год, да? Маркберг. И, кстати, есть фильм такой, не знаю, посмотрели ли вы, нет, эпидемия, помните, там Рене Руссо играет, Дастин Коффман. Да. Она начинается, кстати, раз именно с этого, да, когда там привозят больного с определенными симптомами, и он там, и потом такие китры, 1967 год, да? Маркберг случился. Потом была Эбола, это 76-й год как раз, год рождения моего в данном случае. Ну, мы еще забыли чёрную оспу в Москве, которая не случилась, но могла. Потом всякие, помните, у нас шли там всякие вот эти вот САРСы, Н1, H1, N1, да, вот эти МЕРСы, то есть это вот тоже острораспираторный седром, например, МЕРС, это в смысле среднеазиатский, да? Да. Потом всякие у нас были там птичьи гриппы, да, это вообще совсем недавно, это 2013 год. То есть вот… Свинский грипп, птичий грипп, да, да. Атипичная пневмония, всё помним. Всё верно, всё верно. То есть всё это было, и вызовы, получается, постоянно человечеству от этого микромира поступают. И сейчас вот это вот, как бы COVID-19, как его назвали, саму болезнь, да, которая вызывает этот патоген, да, то есть SARS-2, SARS-CoV-2, то есть это очередной вызов, да, нам, как человечеству. И опять же, неважно, вот помните, были спекуляции в начале вот этого вот, как бы сказать, шума, да, в начале информационного шума, который касается вот этой вот пандемии, да, объявленной ВОЗом. Были тоже спекуляции на ту тему, что это якобы искусственное происхождение, имеет вирус. Вообще неважно. Сейчас это, на сегодняшний момент, это уже угроза. Всё. Точка. Угроза. И теперь, опять же, мы можем обратиться к опыту наших, как бы сказать, совсем недалёких предков, то есть дедушек и отцов, которые разрабатывали алгоритмы действия вот в таких условиях, в том числе в условиях биологической угрозы. Я ещё раз подчеркну, даже в войсках эта дисциплина называется РХБЗ, да? То есть БЗ. То есть З — это защита. Бактериологическая защита. То есть радиационная, химическая и бактериологическая. То есть бактериологическая — это была одна из трёх угроз. Ничего такого экстраординарного не случилось. Во всех смыслах. Если мы берём, допустим, вообще вот эти вот анализ всех этих событий, я имею в виду исторический анализ за последние сто лет, начиная со спанки, ну это типичный, как бы сказать, типичная вспышка, да? Как мы на неё отреагируем, это уже другой вопрос. Это достаточно типичная вспышка. Эти вспышки бывают приблизительно, вообще приблизительно раз в сто лет. Это не секрет для людей, которые хотя бы примерно изучают историю, где-то раз в сто лет вирусы или бактерии доходят до такого состояния, что начинают представлять массовую угрозу. Ну да, в историческом понимании это действительно так. И здесь ещё, ну как бы стоит отметить, что, как правило, это случается на фоне сопутствующих, отягощающих факторов. Испанка — первая мировая война. Но если мы спросим не у историка, а у эпидемиолога, он скажет, ребята, да эти вспышки случаются гораздо чаще, чем вы думаете. Нормальный эпидемиолог, хоть военный, хоть гражданский, они в режиме, грубо говоря, боевого дежурства наблюдают за так называемыми эпидемиологически опасными регионами. И Средняя Азия, Малая Азия, Восток в данном случае, да, Дальний Восток для нас, Восток, вообще Восток как таковой, Индия, как, допустим, если уж мы говорим, допустим, не географическими какими-то регионами, а странами, то есть Индия, Китай, какой-нибудь Афганистан с Пакистаном, эти страны находятся всегда под наблюдением, всегда, с точки зрения службы эпидемиологического надзора. И если вот мы сейчас по годам пробежались, 67-й, 76-й, 94-й, 97-й, 98-й как раз свиной, первый SARS, 2002-й, H1N1, 9-й год, ёлки-палки, MERS, 12-й год, его ещё называли верблюжьим гриппом, птичий грипп, 13-й год, всем известный, сейчас 20-й год, даже не раз в 100 лет, то есть эпидемиологи, инфекционисты об этом знают. По поводу нашего коронного вируса, я статью читал о коронавирусах всех типов, которые были известны по-русски аж в 2015 году. Мне просто совершенно случайно, я там читал Киберлинку, мне нужна была какая-нибудь статья по истории, и случайно попалась мне статья про эти коронавирусы. Уже вот 5 лет назад врачами, эпидемиологами, это было описано вот от и до. Что это такое? Про них хорошо знали. Всё верно, да, это достаточно большое семейство, и это понятно, что оно было описано, даже были такие, знаете, мемы в социальных сетях, когда берут учебник, обычный учебник по биологии старших классов, и там есть репродукция именно внешнего вида под электронным микроскопом данного семейства, одного из представителей, там не указан какой штамм, ну просто вот характерная коронка видна, и написано, что семейство коронавирусов вот так выглядит. То есть это даже было обозначено в школьных учебниках. И получается, что у нас есть действительно очаги, где постоянно происходят какие-то вспышки. За ними, с этими очагами, ведётся контроль с точки зрения соответствующих служб. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы имеем предыдущий опыт борьбы вот с этими всеми неприятными, так сказать, проявлениями, вспышками вирусной активности или бактериальной активности. В принципе, даже не важно. То есть биологической активности, которая грозит непосредственно человечеству страданиями от болезни и гибели от болезни. И опять же получается, чтобы противостоять этой системе, прошу прощения, противостоять этой угрозе, нужна система. Один человек никогда с этим не справится. То есть должна быть система, которая нацелена, первое, на своевременное выявление данного очага, то есть этой вспышки в очаге. Раз. Адекватные оценки информации. Два. Построение соответствующих моделей развития, потенциального развития, допустим, в случае непринятия мер эпидемии данной. И, соответственно, планирование грамотного, которое направлено, допустим, после изучения этой угрозы, направлено на оккупирование этой угрозы в слабых местах, где можно, допустим, воздействовать на неё. Планирование всяких мер, я имею в виду сопутствующего характера, то есть, например, просветительских мер, как она работает с населением, чтобы они не усугубили эту обстановку, а наоборот помогали тебе. То есть планирование всех этих мер осуществляется в коллективе. Раз. И, естественно, этот же коллектив должен иметь в своём составе специализированные, обученные силы и средства действительно для купирования. То есть мы можем обнаружить инфекцию в очаге, разобраться, что это такое, с чем это едят. Для этого много сил и средств не надо. Запланировать всё прекрасно, то есть составить модель, построить план и оказаться перед фактом, что у нас нечем бороться с болезнью. У нас нет ни сил, ни средств, ни населения безграмотное и необразованное. Ну, например, в тех же африканских странах, где наблюдались вспышки таких вот неприятных вещей типа Эбола, да, да, это же речка была такая, там деревушка стояла у нас в береге, так и назвали. Так вот, да и до сих пор, если уж чёрт с ним с Эболой, как таковой, просто яркий пример, например, до сих пор среди некоторых, ну, неграмотных африканских племён считается, что, например, от ВИЧ-инфекции, от её проявления, да, уже клинического, то есть от СПИДа, можно вылечиться путём полового акта с белой женщиной. Не важно, какого она возраста, ну, белой женщиной. Ну, то есть такое суеверие, что ли, да. Разумеется, что в такой обстановке крайне тяжело препятствовать распространению данной инфекции и Эмболичной инфекции. Получается, что вот мы, рассматривая все эти вопросы, мы специально вот ещё до этого, ещё до ковида всякого, до этой ситуации упирались как раз на систему, на организацию внутри системы и на взаимодействие этой системы, ну, собственно, вот, так сказать, с остальными какими-то сопутствующими организациями, которые, естественно, призваны как-то участвовать в борьбе, в том числе и с инфекцией. Опять же, да. И я немножко, может быть, даже забегу вперёд. Вот я считаю, что самый главный у нас, например, ну, как бы сказать, прокол — это прокол в информационном сопровождении. То есть столько всяких теорий, столько всякой идиотии. Я помню, когда это всё начиналось, да, когда были всякие там выступления, помните, говорящих голов, да, и там какие-то звёзды рекомендовали какой-то имбирь, и какие-то там сибирские травы, причём по федеральным каналам. А потом вдруг по мгновению волшебной палочки… А ещё говорили, что вообще ничего нету. Да, да, вообще ничего нет говорили, да, да. А потом, как по мгновению волшебной палочки, допустим, бах, и резко всё поменялось. Теперь те же самые говорящие головы на тех же передачах начали всех запугивать. И то, и другое показывают о полном отсутствии системы в информационном сопровождении. Это вызывает только одно чувство у людей, чувство глобального недоверия, да. Это полная дезориентация, непонятно, кого слушать, зачем слушать, что вообще происходит. А о чём там, господи, какая там эпидемия. У нас так получилось, что последние 20 лет системного образования, в смысле элементарной гигиены, просто нету, оно отсутствует. Идея о том, что нужно мыть обязательно руки перед и после еды и три раза в день чистить зубы, оно уже является каким-то откровением. Конечно, конечно. И вот здесь очень хорошо, допустим, посмотреть на систему у военных. Она ещё до сих пор сохранилась, потому что у нас армия отчасти так немножко архаична. Вот, ну, понятно, что, опять же, если есть биологическая угроза, как естественного, так и искусственного происхождения, мы к этому будем готовиться. Это действительно так. В армии к этому готовятся. И военных врачей к этому готовят в обязательном порядке, без всякого исключения. Это действительно так. Ну, как иначе. Армия — это же большая скучность людей в одном месте, элементарно в казарме. Там устроить эпидемию — это вообще даже стараться, не надо, она сама устроится. Конечно. Особенно, если мы берём, допустим, действительно политическую ситуацию, когда возникает угроза, только угроза конфликта серьёзного вооружённого, соответственно, части боевые и небоевые приводятся в различные степени готовности. А значит, как вы говорите, не только в казармах, но в других массовых, местах массового скупления, например, в районах сосредоточения, куда вы искаете, свозят, вполне себе вероятно, вероятно возникновение вот такой вот неприятности, и неважно даже, какого она происхождения. То есть люди могут просто элементарно, грубо говоря, выйти из строя по причине заболевания дизентерии. Вот если их сгрудили в одном месте, в своё время даже короли от такого неприятного недуга умирали. Ну, сейчас, конечно, вряд ли умрут массово, но, во всяком случае, выполнять боевую задачу они уже не смогут. Это факт. Поэтому в таких вот местах идётся особый контроль за соблюдениями правил личной гигиены, как вы сказали, и в том числе контроль эпидемиологической обстановки в обязательном порядке. То есть первый этап вообще любой борьбы — это наблюдение, это контроль за ситуацией. Раз. Второе, когда такое случилось, не дай Бог, обязательно врач-эпидемиолог, военный в данном случае, он выезжает на место и собирает так называемый эпидемиологический анамнез. Цель этого анамнеза — понять, с чем он имеет дело, раз, а самое главное — просчитать последствия. Как правило, с чем имеет дело, выясняется очень быстро, но выявить всех уже заразившихся и просчитать, именно смоделировать. Есть специальные способы. Мы когда слышим, например, коэффициент очаговости, такие вот есть эпидемиологические параметры, коэффициент контагиозности, вот эти все коэффициенты на самом деле нам, для нас это может быть просто, ну отчасти слова, или какие-то страшные цифры, а для эпидемиолога это прежде всего коэффициенты для построения математической модели. После этого, когда построена эта модель, разрабатывается на основе этой модели план противоэпидемиологических мероприятий. И, кстати, вот когда меня ещё учили, ну как военнослужащего, я не медик военный, но любому военнослужащему, который занимается вообще с личным составом, план противоэпидемиологических мероприятий, в том числе, вот почему я сказал про информационное сообщение, он включает, ну когда я учился, ещё, к сожалению, не было интернета, ну такого, как сейчас, то есть развитого, не было, да и в таких местах, где обычно дислоцируются воинские части, там нет такой возможности, как бы сказать, получения информации, так там проводятся обязательные беседы военных врачей с личным составом. Вот это как раз и есть информационное обеспечение. То есть врач рассказывает каждому бойцу, что это за угроза и как с ней бороться. Точка. Без всяких соплей, без всяких там, не знаю, ну не знаю, там, без всякой жалости какой-то, да, без каких-то там желания смягчить что-то. Этим, получается, врач бы оказал медвежью услугу, да, ну в смысле военнослужащим, да. То есть он им рассказывает всё как есть. В данном случае, вот почему я и сделал такой акцент, что у нас тут, у нас, как оно называется, заболевание, 19, да, циферка у него. Да. Ну а ящик стал всех запугивать только где-то, наверное, после 18-19 марта. Вот так вот, да. А до этого, в принципе, контент передачи на телевидении, да, он… не отражал, так сказать, всю эту вот серьёзность ситуации. Были кто, вы правильно отметили, были кто выступал вообще с позиции нигилизма такого, да, это всё ерунда, этого вообще нет, это заговор какой-то, да. Были те, которые, наоборот, сгущали краски, говорили, что это оружие, оно нас всех убьёт, ой-ой-ой, траля-ля там. Ну кто-то говорил разумно, да, но при этом, получается, разумные речи были, знаете, бланкированы вот этим вот белым шумом. Зашумлены, так точно. Да, зашумлены, информационно зашумлены. Так вот, это, например, в войсках вообще недопустимо. Именно поэтому данные противоэпилологические мероприятия, потому что ты можешь составить прекрасный их план, да, но если личный состав не будет обладать вот этой просвещенностью, знать, как Суворов говорил, свой манёвр, да, то все твои мероприятия накроются медным тазом, они накроются, то есть просто их никто не будет соблюдать. Возле каждого солдатика, говорю, офицера не поставишь, поэтому они соблюдаться не будут. Вот этим я просто хотел подчеркнуть важность информационного обеспечения, которое, на мой взгляд, может быть, субъективное, оно было, ну, как сказать, упущено, упущено было время, да, а сейчас, как бы, сгущают краски, но никто не верит. Так самое главное, это же информационное обеспечение должно иметь не ситуативный характер, это самое главное, а должно иметь системный характер, потому что, когда уже, что называется, жареный петух это вот клюнул, куда положено, ну, я с другой стороны показал, чем нужно, но тем не менее, это уже немножко поздно, даже самое лучшее, просто идеально вовремя организованное информационное обеспечение мира безопасности может оказаться и скорее всего окажется бесполезным. Почему? Потому что, если у вас 20 с лишним лет людям, во-первых, внушали, что ты про других, не думай, ты о себе сначала подумай. Первое, то есть это просто воспитанная, точнее, антивоспитанная социальная ответственность, она просто отсутствует, мы это видели прямо на примере этой пандемии много-много раз, очень много, то есть социальная ответственность отсутствует. Дальше, доверие к средствам массовой информации, оно находится в районе нуля, потому что вот мы только что обозначили, есть умные люди, которые говорят разумные вещи, есть люди, которые просто слышали звон, не знают где он, но имеют возможность высказывать свое мнение, то есть из всего этого человек, не будучи специалистом по врачебному делу, тем более по эпидемиям, он ничего не сможет для себя вычленить вообще. А все почему? Да просто потому, что у нас все теперь поставлено на строгую коммерческую основу. И вот человек знает точно, что вот если по там первому, одиннадцатому, там пятнадцатому каналу еще чему-нибудь что-то говорят, это скорее всего реклама. И между прочим, он абсолютно прав, потому что скорее всего это она и есть. И от того, что там тебе сказали, что это очень страшный грипп, нужно как-то с ним бороться, ну человек скажет, да-да-да-да-да, это вы мне таблетку собираетесь втридорога продать. Мы знаем. То есть доверие... Уже проходили, да. Так, тем более, сколько угодно. Доверие ноль к вашим этим информационным действиям. Ну и дальше совершенно справедливо отсутствие регулярных действий такого рода. То есть мы не привыкли, точнее отвыкли, а молодежь и не привыкала к тому, чтобы нас централизованно оповещали, учили и куда-то ввели. И мобилизовывали. Все верно, все верно, все верно. То есть общество оказалось бессильно перед такого рода угрозой со всех сторон. Все верно. Вы очень правильно отметили, что любой план он составляется ко времени. А самое главное, план действия, как ни странно, составляется перед тем, как это действие осуществляется. Как правило, так и есть. Это целеполагание по той стиле отжимления. Да, да, да. А не то, что вы уже начали вроде бы как бороться, и тут сейчас добавляем одни меры, вторые, третьи, начинаем подключать информационное обеспечение. Вы правильно отметили, что план всех этих действий, он составляется до того, как эти меры начинают вводиться. И план в том числе как бы сказать просвещение населения, если мы уже переходим от армейского на широкий круг всего гражданского населения, должен был бы составлен быть заранее. И здесь возникает естественно вопрос, а где же этот план, да, а был ли мальчик наш? То есть у нас, грубо говоря, с января, ну хорошо, в декабре сейчас Китай ругают, что якобы он замалчивал там картину, искажал в какие-то данные, хотя странно, я с декабря как-то знаком с ситуацией, то есть я простой человек, который просто отслеживает информационную ленту новостей и зная, допустим, даже из сообщений, что данная угроза А есть, Б имеет определенные вполне себе конкретные симптомы. Например, 80% переносит в лёгкой форме, но при этом являются носителями, распространяют эту заразу, и только 20% переносят с такими симптомами, когда есть необходимость обращения к врачу, я не говорю о госпитализации, я говорю, есть необходимость, то есть у 20% эти симптомы заметны, для них самих прежде всего, а дальше они принимают решение в зависимости от тяжести своего состояния, то есть субъективно его оценивая. То есть, грубо говоря, даже при таком раскладе 80% грубо говоря неизвестных, invisible таких носителей, это уже очень серьёзно, то есть уже такое клиническое проявление, это такое не то, что звоночек для эпидемиолога, это набат, когда бьют, знаете, в колокол, на деревенской колоколе, что всем нужно собраться, и я, я простой, ну, как бы сказать, пенсия там, там сижу тут на заднице ровно, знал об этом уже в концу декабря, то есть до Нового года. Вы хотите сказать, что профессиональные эпидемиологи об этом не знали, но мы не видим, чтобы у нас собрался этот анамнез. Мы не видим модель развития этой пандемии, не видим план, допустим, федеральный против эпидемиологических мероприятий, не видим планы по легионам, я не видел ни одного, чтобы мужик какой-то сел и нам всё это озвучено, сказал, ребята, вот мои эпидемиологи мне представили анамнез, вот модель, вот мой план, я тут собрал всех, включая врачей, включая МЧСников, включая правоохранительные органы, если бы это были пока, было хотя бы показано на первоначальном этапе до введения всех мер, что вот мы так будем действовать, вот так. Даже в нашей ситуации, когда 30 лет оболванивали людей, кредит бы доверия, я не скажу, что существенно вырос, но вырос. А так, вы правы, кроме того, что мы не доверяемся вообще никому, даже я вот таким нигилизмом начинаю страдать, да, то есть я не доверяю не просто там ящику, телевизору, зная, что мне сейчас будут что-то втюхивать, да, когда теперь-то, например, в магазин тот же спар без маски не пускают и без перчаток, я говорю, а почему очки не одеваете, почему вы носовой зажим не обжали, но это отдельная песня тут. Я к чему говорю, да, что даже при том, что я сейчас озвучил, если бы так действовала власть, кредит бы чуть поднялся ко всем, включая официальные СМИ, включая официальные правоохранительные органы, вы посмотрите, сколько сейчас конфликтов вызывает именно недоверие. То есть если человек не доверяет власти, он не доверяет всем её механизмам. Подходит к тебе патруль ДПС, да, ну ты на машине ехал, он тебя остановил, вот тебе подошёл, то есть там, не знаю, через стекло, чтобы не заразиться, и у вас начинаются с ним конфликты, да, остановил тебя патруль ППС, ты в аптеку там или в магазин бежишь. Начинаются конфликты у людей не потому, что, ну люди у нас какие-то несознательные, потому что они видят вот в этом человеке представителя власти, которой они не доверяют. Это по этому поводу было очень хорошо метафорически сказано в книжке «Поколение П» Виктора Олеговича Белевина. За всеми этими погонами, звёздами и пуговицами с орлами до такой степени ничего не стояло, что становилось непонятно, на каком основании эти люди останавливают вас на дороге и требуют денег. Да, и требуют денег. И в данном случае ещё одним элементом вот этого вот недоверия, что ли, как вы отметили, тоже это третий пункт, который вы в своей речи сейчас сказали, это безграмотность. Это жесточайшая безграмотность. И она, ну нам заметно, простым гражданам, мне, например, вам, в быту. Так? Так. А эта безграмотность, она на самом деле поражает, ну, всю вертикаль, скажем так, власти. И вот эти вот бытовые проявления, лишь маленькие отголоски некомпетентности вот этих вот руководителей. Ну что говорить? Мы ругаем, например, там, московские власти за то, что они устроили, ну, вот это вот знаменитая вещь. Пробки в метро. Пробки в метро, да. И пробки на дорогах при въезде. Это вот, по-моему, 16-го, 4-го, да, у нас там было в метро, да, ситуация. Потом, потом, значит, пытались долго разобраться, кто же во всём этом виноват, то ли власть, имеется в виду городская власть, то есть господин Собянин, СС, то ли, соответственно, исполнители, то есть из правоохранительных органов, которые устроили эту проверку непосредственно, да, но эти люди, ну, подневольные, так или иначе, они действуют на основании приказов, да, а потом в итоге дружно все по ящику обвинили людей, так как бы они, да, не организованно стали и не соблюдали эти социальные, так сказать, интервалы, да, вообще-то, как все шутят, социальная дистанция, это дистанция между миллионером и каким-нибудь работягой в России, да, а это физическая дистанция, полтора метра, её можно измерить метром, да, в единицах системы СИ. В прошлый день примерно были пробки, имеется уже на дорогах, на въезде в Москву, и опять возникал вопрос, да, типа, кто их организовал, кто их организовал, мы даже не говорим, кто их непосредственно исполнял, ну, вот эти все действия осуществлял, да, кто организовал. Пробки были, ну, не знаю, знаете вы или нет, на автозаводах, на проходных, потому что там устроили в 13-го числа ещё раньше, чем в Москве, соответственно, на проходных газа нашего, Горьковского автозавода, образовались пробки, это тоже в прессе отмечалось, и опять же, обвинили людей, что они стояли и неправильно там как-то организовались, самоорганизовались, да, то есть у нас самоизоляция, самоорганизация должна быть. И что говорить, когда мы, например, видим вполне себе адекватное посмущение гражданина, когда, например, к нему подходит патруль, а он реально с пропуском, у него всё есть, у него есть QR-код, то есть он такой здесь исполнительный, да, а к нему подходит патруль и говорит там, начинает к нему обращаться, он говорит, почему вы не представляетесь, почему у вас нет бейджа, вы закрываете лицо, я вас не вижу, я вас случилось потом даже не узнаю, вы со мной здесь и сделаете, я вас даже опознать не смогу в случае чего. Второй момент. Почему у вас, ну вот эта вот тряпочка, закрывающая ротовую полость, находится так, что у вас нос, вот видите, кстати, зажимчик, допустим, да, нос вот так. Вы зачем на меня дышите этим носом? А если вы носитель, да? Если вы болеете, причём не обязательно вот этой заразой, да чем угодно, я просто не хочу как бы, ну, от вас заболеть, зачем мне это надо? Правильно? То есть, если у вас маска коричневого цвета от пыли, потому что вы её, наверное, надели на лицо в начале смены, да, и причём, и носили ещё вот так вот, чтобы она у вас пыль собирала. Да, на бороде, на бороде обязательно это ключевое. Да, то есть потом, или там идёте, а у вас щели вот такие, чтобы вот всё задувало, и здесь ещё всё собрано, вот так. Да. И борода там, ну, то есть, классно. То есть, почему у вас нет очков, почему у вас перчатки, ну, даже видно, что они уже, мягко говоря, не первой свежести. Есть ли у вас гель? Или вот вы сейчас у меня документы проверите, паспорт мой, да, возьмёте у меня телефон, чтобы убедиться, что у меня есть QR-код, так? Вы сколько этими перчатками кого-то брали? То есть, вот и начинаются вполне себе объяснимые претензии, да, которые вызывают конфликты взаимные на всех уровнях, от верхнего уровня до низового. То же самое, например, показываешь ты тот же QR-код, там, ты же пропускаешь справку через стекло, а тебе ДПСник говорит, опустите стекло, а зачем я буду опускать? У меня в машине условно стерильная от вашего патогена среда. Вы проверили уже сегодня 50-го водителя, который на вас подышал через опущенное стекло, вы что, каждый раз меняли средства защиты? Да не рассказывайте мне, да? И это вызывает вполне себе объяснимые возмущения. Я имею в виду на бытовом уровне, а на федеральном уровне возмущения тоже были. Вы помните, вот, например, митинг 20 апреля, который состоялся в Якутии, да, когда работники Чайединского месторождения устроили там, ну, такой бунт своеобразный. И в Осетии то же самое. Да, да, в Осетии, в Владикавказе был, да. То есть получается, что, например, если в Якутии требовали чего? Во-первых, разделить здоровых от больных. То есть там местная власть, то есть руководство, да, вот этим вот, так сказать, участком, назовём это так, оно даже не допетрило, что вот если у вас есть уже заболевший, неважно чем, у вас еще даже пока может быть нет положительных тестов ПЦР, да, мазки вы там брали откуда-то, они, может, уже взяты, через неделю придёт. Так что неделю человек должен заражать. Возьмите, пожалуйста, и выделите часть рабочих бараков под, блин, изолятор. Ну неужели совсем все настолько отупели, да, то есть устроите карантин на площадке и внутри карантина организуйте, чёрт бы вас поправил, изолятор. Ведь это же как, ну, два плюс два, то есть, или там первый шаг, второй шаг. Неужели это сложно? Это самые примитивные вообще. Это изучают, чёрт побери, даже в школе. Вот эти диафильмы, которые я, помните, прилагал, и на НВП, и раньше изучали по курсам ГО. И диафильмов, вот просто сейчас в Яндексе взять, вот ради реально шутки набить, да, допустим, какой-нибудь там защита от биологической угрозы. Диафильм там СССР и нажать поиск. Столько высветится, что читай не хочу. Нет, не сделали. Именно это послужило поводом, ну, естественно, поводом, потому что причиной было просто тяжелейшее положение тех работников, у которых была плохая еда, там, ну, и всё остальное, да. Не карантин, ни хуя, блядь! В столовой, в свинарнике живём! Мы чё, блядь, свиньи? Жрём, пулька! Чё, блядь! Мы не свиньи! Если не свиньи, то жарко, блядь, не будет! А причиной явилась вот элементарное незнание и неспособность даже мелких руководителей сделать всё нормально, не через задницу. Мы даже сейчас не говорим, ну, пока, да, о политике, да. Мы говорим просто о элементарных вещах, которые завязаны на, ну, общую потребность, да, потребность выживания. То есть каждый человек хочет вроде бы как жить. Он не хочет сдохнуть от болячки. Ну, правильно же? Ну, я не знаю, не знал ни одного человека, который хочет… Логично! Даже самоубийцы я не знал, который хочет сдохнуть, например, от дизентерии или от столбняка. Ну, или ещё от чего-то. Или задохнуться, да, таким образом. Ну, то есть, когда вирус настолько коварный, что он, минуя все защитные механизмы, опускается вниз лёгких, да, и в этих авиолах там, допустим, начинает размножаться, и ты, по сути, задыхаешься в итоге, да, тебе нечем дышать. То есть оксигенация на нуле, всё, улетели навсегда. Это страшная смерть на самом деле. Это проще, если ты уж такой суицидик, то проще по-другому с жизнью счёты свести, да. Я уже тут… Я с Володей Грубником тут несколько роликов записывал, и я в одном тоже меня прям забомбило. Я прям целый, наверное, ну, целый раздел в нашем ролике посвятил вот этим вот средствам защиты. Матюкался там, на чём свет стоит. Почему? Потому что теперь мне вот эта вот эксплуатация на местах, да, напоминает басню Крылова «Мартышка и очки». И я только потом, ну, как сказать, немножко отошёл и подуспокоился, потому что Володя Грубник, как грамотный врач, мне сказал, «Максим, ну, что ты хочешь? 30 лет людей оболванивать». Вот он привёл пример даже с этим же «Сухим льдом». Он говорит, ну как, люди прочитали инструкцию и ни черта не поняли. Это что же должно быть в башке у квалифицированного специалиста. Фармаколог же, он же химию-то учил. Да, 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 вроде бы как, ну, соображать-то должен. Но раз он не зацепился за это, то у человека, значит, преобладает иррациональное мышление. То есть, допустим, его если посадить, сказать, решать задачку, он её решит, да, рационально решит. Но стоит его оторвать от работы, и я тоже обратил внимание, что в моей сфере, например, в микроэлектронике, там, в электронике, в электрике, есть люди, которые, например, на работе он нормальный, то есть адекватный, а вне работы у него как выключается вот этот рационализм, и он, например, подвергает себя опасности поражения электрическим током, имея четвёртую группу допуска по требованиям безопасности. Представляете? Собственно, то же самое происходит и у нас в связи с этой пандемической ситуацией. То есть есть реальная угроза, пускай даже не сильно страшная, ну уж с ОСПО её не сравнить, да, по контагиозности. Да не с ОСПО, и слава богу, с чумой. Мы просто все кашляем, грубо говоря. Да, 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 да. Но даже при таком, ну мягко говоря, не сильно страшном враге, биологическом, мы делаем всё на всех уровнях, от самых верхов, до самых низов, чтобы просто усугубить ситуацию. Вот даже когда человек выходит в средствах защиты, такое чувство, что вот человек их надел именно для того, чтобы детерминированно с ними заразиться, ну насобирать на них всё, заразить себя и заразить своих близких. У меня некоторые идиоты, ну я имею в виду знакомые, да, они заходят домой, и они купили такие неопреновые маски из магазинов, сейчас они тоже там продаются, и они, возвращаясь домой, эту маску снимают и вешают на крючочек при входе. Понимаете? И я же ещё говорю, что тяжело спрашивать с этих людей. Меня Володя в этом смысле успокоил, он говорит, «Макс, угомонись, я врачом работал очень много, ты пойми, что если, говорит, с самого верха нет никаких вот этих вот планов, нет никаких нормальных противоэпидемиологических мероприятий, есть просто какая-то вот деятельность бурная, что это значит самоизоляция? Вы что, дебилы? Что это вообще за слово? Что такое самоизоляция? Я вот учился в школе на НВП, где нам преподавали в том числе, а потом мы писали по этому поводу контрольные работы о эпидемиологической, противоэпидемиологической борьбе, нас там в школе всему учили, вот контрольные мы писали, я не слышал там слова самоизоляция, я не знаю, что это такое. Я знаю, что это такое карантин. Это я знаю, а самоизоляция я не знаю. Что это такое? Так об этом и речь. И вот тут возникает вопрос, допустим, опять же, да? То есть неужели, вот понятное дело, что при таком бардаке, когда и наша вот эта вертикаль, и вся структура исполнительной власти со всеми её элементами осуществляет, мягко говоря, какую-то странную деятельность, мы видим, что у нас очень формально относятся, допустим, к тем же самым средствам защиты, даже патрули, которые патрулируют, якобы и держат людей, да, там, с самоизоляцией. Если вы про какую-то самоизоляцию, и, например, вы считаете, что это значит зараза, это гроб, смерть, сатана, у вас люди должны быть насильно обеспечены средствами защиты. Внимание! Планово и насильно. Вы их не продавать должны, не продавать, а насильно раздавать, чтобы у товарища участкового было отмечено, кто сколько масок и перчаток уже получил, и сколько было централизовано, утилизировано, чтобы вы маски получили на семью, условно, ну, я условно говорю, пять штук на неделю, и должны сдать пять, чёрт возьми, использованных масок, чтобы вы в них не ходили в этих использованных масках, они же уже угрозу представляют, если что. А значит, централизованно выдавать и централизованно уничтожать. Зато нам теперь начальство вот так вот браво рано рапортует, что там какой-то завод у нас в России вышел на мощность производства масок 1 миллион 600 тысяч в сутки. У нас население, внимание, 147 миллионов. Вы могли бы об этом даже не говорить, это ничего. Вы их просто не производите. Это точно. Это точно. То есть здесь вот первое, что у меня лично вызвало вопрос, почему, когда угроза была уже явной, то есть уже, по сути, с нового года она была явной, и осознали явность этой угрозы уже, по-моему, все вообще. Ведь очаг-то был не в нашей стране, да? Нет. По идее, первые меры должны были приниматься для защиты от проникновения, от очага к нам. То есть должны были, во-первых, быть оценены потенциальные угрозы проникновения, и на их месте, на месте этого проникновения выставлен какой-то кордон. Я именно в данном случае карантинный пост имею в виду. Я что-то не помню, чтобы стояли у нас в январе, в феврале, в марте, например, карантинные посты на международных аэропортах. Шереметьево, да? Причём у нас в России все штаммы практические, они все европейские, как ни странно, да? То есть если, как только у вас появился европейский первый пациент, по идее, вот эти карантинные посты должны были стать везде с принудительным, да? С принудительной, точнее говоря, проверкой всех прилетающих, неважно. Вот тут ругали все, например, Белоруссию, что он не ввёл эти вот меры по самоизоляции. Но, например, тот же батька ввёл жёсткий карантин. Я смотрел его полное интервью, и он сказал, у нас стояли карантинные посты на всех рейсах, приезжающих из-за рубежа. Тем более это несложно, расписание у тебя есть, да? Тебе не надо там смотреть за какими-то, за всеми гипотетическими рейсами, да? Ты должен только на опасных направлениях поставить этот карантинный пост. То есть, грубо говоря, карантинная бригада сидит в какой-то специально в нём-то комнате, вот они знают, что по расписанию прилетают, они выходят, проверяют, встречают группу, да? И батька, правда, тут немножко сделал в белорусской такой жёсткой манере. Он, например, всех прилетающих из-за рубежа, например, из Италии, которые там работают, белорусских граждан, он всех, независимо от показателей физиологических, например, температуры тела, да, он их всех загнал сразу в карантин. Потом, после выявления, например, заболевших, у которых температура ненормальная, то есть выше 37, он определял сразу в изолятор. Но у всех поголовно взяли ПЦР, и, грубо говоря, уже на момент выявления, например, положительного вот этого ковида, они уже были даже изолированы, они не то, что были на карантине, они были изолированы. То есть это меры, ну, достаточно адекватные. Что было у нас? У нас все катались на январские выходные, в феврале, даже в марте все катались спокойно об отпуска. Я помню, я как раз где-то на 20-х числах, даже чуть позже, появился в Москве, там творился просто Вавилон, потому что все знали, что сейчас закроют, закроют, да, город, то есть уже слухи об этом ходили, что будет эта система введена, и все, короче, как угорелые, катались по городу, пытаясь сделать свои дела, потому что потом они боялись, не успеют. Более того, к тому времени уже, например, вели платный проезд для пенсионеров, чтобы их ограничить. Я когда катался из Зеленограда в Москву, я наблюдал пенсионеров, которые матерились и ехали платно. Я им задавал вопросы, ну, мне просто интересно было, куда вы едете? Некоторые из них говорили, что в поликлинику, то есть ей тяжело, например, идти в пять остановок, она проезжает, бабушка проезжает, естественно, на автобусе. Автобусы, рейсы сократили, и, естественно, людей стало в автобусах немного больше. Как Серёдке Воличи. Да. Электрички сократили. Сократили, естественно, социальные, потому что все вот эти, типа, ласточек, их оставили. Ну и комфортно. И все, естественно, набивались. Я неделю катался, я неделю играл в людей-пингвинов, то есть я был вот такой. Я вот так вот ходил в метро и в электричке, также стоял в автобусе, в общем, было весело. Более того, пенсионеры ещё ездили, сейчас вы удивитесь, ну, вы-то не удивитесь, но, наверное, Собянин удивился бы. На работу в Москве. А знаете почему? Потому что оказалось, о чудо, пенсионеры в нашей стране работают уборщицами и уборщиками, работают сторожами детских садов. Вахтёрами. Да, 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 вахтёрами, ну, сторожами, допустим, каких-то объектов, ну, промышленных, да, то есть те люди, которые даже в условиях вот этой вот самоизоляции вынуждены, блин, ходить на работу, то есть у вас группа риска ходит на работу, когда молодые люди сидят, втыкают дома на компьютере, понимаете? То есть просто настолько бред. У меня вот есть тёща, у неё есть муж, да, вот он охраняет детский садик, так он ходит на работу, потому что у них в садике в каждой группе, например, есть компьютер, принтер, ну, чтобы какую-то распечатать, там, раскрашку для детишек. Это надо охранять, потому что оставь это на пару дней, поверь мне, там уже в этом детском садике ничего не будет. Какие-нибудь хулиганы, воры зайдут и ограбят его. Это группа риска. Мужику там под 70 лет, он шарится, короче, вот работает. У него справка, всё-всё нормально, то есть нормально. Все мероприятия были сделаны таким образом, что, в принципе, можно их исполнителей привлекать уже к уголовной ответственности по статье 2.36 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Вот стоит патруль, я вот ещё раз подчеркну, и всех, допустим, останавливают, не меняя перчатки, не обрабатывая после каждого контакта перчатки. Он нарушает как вполне себе конкретные санитарно-эпидемиологические правила, потому что в условиях, как они написали, повышенной готовности, он контактирует с потенциальными носителями и, получается, обеспечивает вот эту передачу. Об этом можно много говорить, но общий смысл такой — отсутствие вот этой системы и отсутствие обучения, действия в этой системе приводит к таким печальным последствиям как наверху, так и внизу. И когда мы поражаемся некомпетентностью или глупостью какого-нибудь просто прохожего, который идёт в тактической бороде, у него надета маска неопреновая, где всё дует во все щели, без очков лысый, то есть без головного убора, в обычной одежде, в перчатках, потом этими перчатками идёт в карман, достаёт электронные сигареты, курит опять в карман этими перчатками, убирает маску, ставит себе сигарету, курит, держась перчатками, возвращает на место. Вот такая глупость, она нас немножко коробит от неё, в быту. На самом деле ровно такую же глупость только на своём участке совершают наши глобальные руководители, которые не приняли за вот эту пандемию, грубо говоря, они не приняли реально ни одной адекватной меры для конкретного противодействия этой вирусной инфекции. Они хотели разорвать механизм передачи, то есть понятно, на какой участок они пытались воздействовать, но из того, что мы сейчас с вами обозначили, у нас одна мера — самоизоляция. Всё, всё, больше ничего. Да, они потом закрыли эти международные сообщения. Но у нас до сих пор перевозка грузов осуществляется, и там только на этих чекпоинтах, грубо говоря, стоит милиция, Росгвардия и ГИБДД. Ребята, где карантинные посты? У ни у кого же не возникает желания, например, на боевую операцию, где есть вероятность пулевого или осколочного поражения, надеть вот такую маску. Да, вот такую маску. Нет такой желания. Наверное, нет. Люди не идиоты, они понимают, что есть угроза. Эта пуля, она не микроб. Она пробьёт маску, убьёт тебя, осколок тебя поразит. Так вот, возникает вопрос. Какого хрена ты ставишь ребят в камуфляже, или там, допустим, в чёрной форме, но с бронежилетами, да, там, чуть ли не по полным, там, с автоматами, на пост? Они как тебя защищают, защищают от вирусной инфекции? Значит, вот я хочу понять, вот я хочу понять, кто вы есть такие? Нет, 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 подождите. Поскольку я не знаю, кто вы, вы являетесь гражданами, просто гражданами. Я могу снимать, вот его могу снимать, его могу, да, могу вот его снять. Я хочу понять, кто вы такие? А это кто? А вам что? Что за счёт? Чего? А это кто? Представься. Сотрудник Грансгвардии. Ну, фамилию можно узнать вашу? Согласно СВЗ-226, мы не обязаны представить. А знаете, почему вы не обязаны? Потому что ваши деяния подпадают под уголовную ответственность. Сергей Александрович. Что? При чём здесь он? Да при чём? Я же с вами разговариваю. Это же спецподразделение по избиванию студентов на мирных митингах. И ломание рук пенсионеров. Это это спецподразделение, да? Избиение женщин на мирных митингах. Это оттуда он? Стоит Рэмбо. Ты зачем с оголёным оружием здесь ходишь в Москве? Так, давайте прекратим это. При чём вы такие вот... Такой негативный... Они, видимо, должны у микроба проверить QR-код? Ну, да, да, наверное. И если... А если я без QR-кода? Какая мне разница? У меня этот QR-код, но я без симптомоноситель. Как он поможет окружающим? У меня всё. У меня пропуск, у меня код, у меня всё есть. И у меня есть вирус. Одновременно. Тоже вариант. Тоже вариант, да. То есть этот бред, он везде. Он везде наблюдается. И я ещё раз говорю, что это подчёркивает то, что меры абсолютно неадекватные, вообще неадекватные. Они просто не соответствуют угрозе. Я сразу вспоминаю другую эпидемию, которая очень хорошо описана, замечательно описана. Эпидемия реально страшная. Страшная не только своей заразностью, но и осложняющими, сопутствующими условиями. А именно, это эпидемия чумы 1771-1772 годов, которая была осложнена русско-турецкой войной. То есть перемещение больших масс войск с севера на юг и обратно с юга на север, то есть постоянная ротация войсковых контингентов через, что? Через Москву. Оно обеспечило гарантированное поступление этой самой чумы в Москву. И вот у вас от Херсона, от Крыма до Москвы все, эпидемия чумы. 1771 год, еще даже Луи Пастер в проекте не был. Никто не знал, что такое чума. Ну, чем она переносится, как она возбуждается. Все думали, что это от вони. Вот было такое железное убеждение. Вот вонь – это то, что порождает чуму. И граф Григорий Григорьевич Орлов умудрился за полгода полностью оккупировать вспышку чумы в Москве. После, между прочим, никаких-то там нарушений самоизоляции, а чумного бунта с сотнями убитых. То есть, когда просто вот Москва вся полыхнула, и там, ну, что творилось? Ну, извините, уж там, это не бардак, это пипец творился. И вот человек, не имея ни антибиотиков, ни каких-то продвинутых технических, средств, ни даже не зная, черт возьми, что такое чума, примерно за полгода элементарно карантинными мерами. Чуму, которая страшнее современного этого самого кашля, гнует, мягко говоря, там, при условии отсутствия антибиотиков и нормальных лекарств, вот это вот 50 на 50, или умрешь, или не умрешь. Вот полгода, и все. Нету больше чумы. Я даже дополнил, возбудителем чумы является Ерсиния пестис, это бактерия, да, это не вирусная инфекция, сразу можно отметить. Раз. Второй момент. То, что вы сказали, это действительно было так, даже еще хуже, не 50%. Тогда в Москве доминировала легочная форма чумы. Да. Она имеет стопроцентную летальность. То есть если ты заболел, ты в ящик сыграешь зарос. То есть все. Там не было выправы ни антибиотиков, вообще как таковой медицины в современном понимании в то время не было. И вы правильно отметили, что товарищ граф Орлов, бывший фаворит Екатерины, умудрился справиться с этой проблемой исключительно административными мерами. Наверное, с головой у него было все хорошо. Самое главное, что у него были меры, а не фарсы. Да, да, да. Не показуха. И получается здесь, что у нас, опять же, простые граждане вот в этом режиме какой-то там непонятной изоляции, они официально превращены властью существующую в выживающих одиночек. Именно вот с этим они не согласны. Именно поэтому возникают бунты в Владикавказе. Они не хотят выживать в одиночку. Они хотят или работать и обеспечить свою семью как минимум едой. Это из-за того, что они несознательные. Как многие тут тоже был такой хэштег, «Обеспечьте моих детей едой, и я останусь дома». Там люди стояли с такими маленькими на листочках. То есть во Владикавказе что? Там у нас, как в Москве, нет. А почему-то у нас, обратите внимание, например, ещё один камешек в тот огород, что это меры показушные. У нас, например, очень часто просто губернаторы откосплеили, то есть тупо переписали ровно то же самое, что делала Москва. Вот Москва вела, а мы отзеркалим. Ну ладно, ещё Нижний Новгород отзеркалит, но мы тут на третьем месте. То есть здесь всё понятно. Ну, например, какой-нибудь там, тот же Уссурийск, Урюпинск, например, какой-нибудь город, какой-нибудь там, ну, небольшой районный какой-нибудь город, а тот же Владикавказ, да, это действительно, это столица автономии. Но в этом случае всё равно, я сомневаюсь, что там такое же количество. Соответственно, там и меры должны быть другие, и план совершенно другой, да, и по-другому они осуществятся. Там можно вообще всех, допустим, именно очаг местный купировать карантином, а больных всех загнать на изолятор и никаких проблем, и всех мощностей их хватит, если это сделать вовремя. То есть вовремя план, и главное, вовремя осуществить. Мы же, получается, с усилием наших вот этих вот верхов, то есть все исполнительные власти, которые показывают просто нулопиющую некомпетентность во всех вопросах. То есть эта вот власть у нас, по сути, превратила всех нас в доживальщиков. Кто-то от болезни будет доживать, кто-то будет доживать от того, что денежки кончатся. При этом она продолжает усугублять ситуацию, с каждым днём дискредитируя как сама себя своими этими действиями, да, так и все свои институты, включая силовые структуры. Вспомним Владимир Кавказ, когда там одного отстранили, который, ну, помешал чужому ОМОНу расправиться над митингующим, хотя человек, по-моему, вообще просто профессионально выполнил свой долг, купировав конфликт. Потому что предотвращенный конфликт гораздо лучше, чем разогнанный конфликт с человеческими жертвами и жертвами с одной и с другой стороны, со стороны митингующих, со стороны, допустим, гвардейцев. Ну, по-моему, ещё со времён Сунзы считается, что предотвращённая война лучше, чем выигранная, да, с потерями, да, потому что потеря может быть Пирова, да, как известный античный герой, да, держал победу, но потом ему было плохо. Так и здесь. То есть, ну, как-то странно, то есть это дискредитация. Да, медики, допустим, да, сейчас на них ложится, конечно, огромнейшая нагрузка в существующей ситуации, потому что они получаются таким, знаете, последний рубеж, который все это раздолбайство, вот вообще всё, глобальное раздолбайство. Да, да, они заложники ситуации. Они заложники, настоящие, потому что главные приготовительные меры нашей власти мы за 20 лет можем перечислить. Это оптимизация системы здравоохранения. Когда у нас в 2,5 раза уменьшилось количество больниц и в 2 раза количество больничных койек, имея в виду, что каждая больничная койка, которая вот уменьшилась, да, больница, а койк всё-таки уменьшилась, поменьшилась, они будут сильно эффективнее. Это у нас то, значит, что сейчас, если начнётся эпидемия, то, ну, давайте посчитаем. У вас не чума, у вас не чёрная оспа, то есть абсолютно летальные заразы, даже сейчас страшно опасные. У вас люди просто кашляют. Но вот этот кашель из-за ваших усилий, он превратился в коллапс. Почему? Потому что человек, который сам чувствует себя нехорошо, или, например, его предназначительно куда-то отправляют лечиться с этими симптомами, это не отменяет того факта, что вообще-то люди ещё болеют кое-чем другим помимо ковида. Конечно. И вот вы, просто угробив систему общественного здравоохранения, потому что оптимизацию назвать нельзя, это именно уничтожение, вы сократили больничные мощности до такого состояния, что первое неплановое массовое обращение людей в больницы приведёт к чему? К коллапсу. Так точно. Более того, ещё этот ковид может выступить при такой оптимизации, как внутрибольничная инфекция. Обязательно и выступает постоянно. Да, вы очень правильно отметили эту оптимизацию, которая, по сути, оптимизацией не являлась. Мы активно опять же косплеем наш любимый Запад, где опять же выживание человека зависит от него самого и от благосостояния этого человека. И здесь даже стоит отметить следующее, что даже сама оптимизация была проведена крайне коряво, без расчёта вот такой угрозы, как угроза возникновения инфекционного заболевания. Дело всё в том, что отдельные инфекционные больницы активно сокращались. Раз. Инфекционные отделения модернизировались и оптимизировались. На какой предмет? Например, у каждого инфекционного отделения отдельно свой приёмный инфекционный покой. Раз. Отдельно свои входы-выходы для персонала врачей. То есть врач-инфекционист, который работает с заражёнными, он ни в коем случае не должен, или сестра, или уборщица, она ни в коем образом не должна взаимодействовать с остальными, назовём так, чистыми, в кавычках, врачами. То есть, а если у них, если у них в инфекционном отделении это не обеспечено, неважно какими мерами, а обеспечение, естественно, выливается в копеечку, а это идёт в контры этой оптимизации, потому что главная цель той оптимизации, заэкономить. Да, да, оптимизировать не врачей, а прибыль на врача, то есть, денежки срубить. А если есть лишние затраты, то это надо как-то от них избавляться, надо как-то оптимизироваться. Давайте мы сделаем там, у нас будет инфекционное отделение по бумаге, да, но по факту оно не будет инфекционным. Почему? Вроде бы у нас вход есть, а врачи, допустим, через служебный вход пользуются вот этим, или у них места отдыха одни, а зачем вторые? Это же лишняя комната, можно же оптимизировать, да, и вот какие-то такие моменты, да, они в итоге сводят все усилия потом на нет, и действительно врачи становятся заложниками. Например, почему врачи, например, многие жалуются, что у них нет даже комнат отдыха, а они не предусмотрены в вашей инфекционке. И вот когда вам объявили реальный карантин, когда вас всех там заперли в инфекционном отделении, вы просто с ног валитесь, почему? Потому что у вас негде отдохнуть. А я, ну я, слава Богу, не в инфекционном работал, но я работал, например, в чистых помещениях. Я точно представляю, что такое пребывание в средствах защиты. Я скажу, что врагу не пожелаешь пахать в средствах защиты, например, в 8 часов. Это превращается в сущий кошмар. Ну имеется, даже на гражданке. Я уж не беру там армейские какие-то приколы, там вообще это очень, для очень серьезных парней. Получается, что врач уставший, переработавший, он сам является потенциальным носителем, потому что иммунитет, как специфическая защита, если угнетаются все функции организма, он тоже угнетается. Насмерть уставший врач, он без всякого вируса представляет опасность для пациента. Для пациента, конечно, конечно. Не потому, что он некомпетентен или плох. Нет, он может быть и компетентен, и дьявольски хорош, но просто он устал. Ну что, непонятно. Если устал я, например, преподавателем, будучи там в школе или в УЗе, ну я просто там дату какую-нибудь перепутаю. Что от этого страшного случится? Детенок в учебник посмотрит и уточни, что я был неправ. А если врач вам неправильно укол поставит, так вы же прям тут же и отъехать можете. Вообще-то спокойно. Так точно. Действительно так может быть. То есть врач не застрахован от совершения ошибок, которые могут или нанести существенный вред здоровью, или привести вообще к летальному исходу. Да, действительно, это так. То есть получается действительно, что медики сейчас остались заложниками ситуации. Поэтому я сейчас всячески поддерживаю. То есть как бы там ни было, сколько бы там ни было этих заболевших. То есть некоторые спекулируют, говорят, что цифры сильно завышены. Другие говорят, нет, наоборот, что власть скрывает, что они сильно занижены. На самом деле это не важно. Этим бедным врачам, которые вот остались вот на этом рубеже, на последнем рубеже заложниками, им без разницы. У них есть вот конкретный больной, даже конкретные больные, и они реально там умирают. Они расплачиваются за всё недоверие, за всё некомпетентность чиновников, раз, за вот эту вот абсолютно преступную оптимизацию медицины, два. Они расплачиваются за надругательство тридцатилетнее над образованием при всех от школьника, который сейчас бегает по школьному двору, играя с другими детьми, до чиновника, кретина, который принимает вот такие вот какие-то меры. То есть на самом деле одно и то же. И за всё это сейчас расплачиваются в принципе медики, как вот именно последний рубеж. А ещё оказалось, что у нас угробили собственную фармакологию вдруг. Оказывается, что нужны свои таблеточки, а никто и не догадывался, что нужны свои таблеточки. Вот это, понимаешь, поворот. Это точно. И при таком раскладе теперь даже такая, ну по сути, ну назовём так, не сильно контагиозная инфекция, как SARS-CoV-2, она начинает представлять без шуток очень серьёзную опасность. Во всех смыслах, вот обратите внимание, что не только в контексте здоровья конкретного человека, но во всех смыслах. Социальная опасность. Это самая главная социальная опасность. Да, да. Разумеется, разумеется. И в итоге это именно выливается в социальную опасность. Смотрите, да, вот есть уже такие вот выступления, как в Якутии, да, есть уже такие выступления, как в Владикавказе. И опять же, некомпетентность властей, которые пытаются решить вопрос с митингующими, приводит к ещё большему обострению. Нет, поэтому по этому поводу есть очень хороший рассказ Алла Гайдарапо по поводу того, как там во время чумы-то заперлись в замке. Ну, короче говоря, вот эта вот история про то, как чума всё равно проникла в замок. Да, да, они самоизолировались, но чума проникла, да. Да, потому что, как известно, невозможно, это формула такая, которую мы постоянно вспоминаем, нельзя жить в обществе, будучи свободным от общества. все от гипермиллиардера заканчивая дворником живут в обществе. И что самое страшное, о чём вообще все забывают из этих самых, которые думают, что отсидятся, что общество вы построили глобализированное предельно. Ещё никогда в истории человечества общество не было настолько глобализировано и в смысле самостоятельных перемещений физических, и в смысле информационной коммуникации. А значит, вы не спрячетесь нигде. Это невозможно просто. Это можно было в 14 веке попытаться, внимание, попытаться, просто потому, что были абсолютно незаселённые территории, где можно было вот просто уйти и изолироваться за счёт сотен километров. Сейчас так не выйдет. А перемещение, например, в какую-нибудь другую страну, во-первых, в эту другую страну уже самолётами будет перенесена эта самая чума. А во-вторых, вместе с вами в эту страну через интернет полетит, как бы сказали бы наши классовые неблизкие друзья на тюрьме, малява, что эта падла угробила у себя сто тысяч человек. Сделайте с ними добрый люди что-нибудь. А там люди, отлично понимая, что у них есть свои такие же, могут поднять на вилы того же самого бегового чиновника без помощи, благодарного населения собственной страны. Так точно, так точно. Такое вот недальновидение, скажем так, оно и приводит к каким-то очень печальным последствиям. И как раз именно в таких случаях история, одна историческая трагедия проявляется как ещё большая историческая трагедия, к сожалению. Но вообще там, где воспитывается эгоизм, индивидуализм, эгоцентризм, где воспитывается полное пренебрежение к каким-то социальным инициативам положительного толка, где просто наплевательски относятся к образованию, где, наоборот, культивируется какое-то магическое иррациональное мышление. Мысли позитивно, мысли позитивно, и вселенная тебя заметит. Да, и там ожидать каких-то адекватных мер, конечно, не приходится. А всё это, всё это, вот это вот, о чём мы сейчас только что говорили, это всё, как ни странно, надстройка. Конечно. Да? То есть, а всё это, всё это делается так не потому, что кто-то хочет. Это вот всем любителям заговоров «Большой привет», да? А это всё происходит вполне себе по объективным законам. Болезнь от этого всего, да? Она одна на самом-то деле. Это вирус капитализма ставит во главу угла погоню за прибылью. Именно поэтому всё так через жопу делается. Да? Именно поэтому эти все полумеры вводятся, недомеры, именно поэтому такие оптимизации проводятся, потому что есть определённая болезнь, которая зовётся с капитализмом. Ставя во главу угла прибыль, он не готов. Он не готов к этим вызовам, потому что эти вызовы для него очень затратные. Да? То есть, надо ж нифигасе, вы что такое говорите? Да там, фармацевтику убили. Так её убили вполне себе нормальные люди, эффективные менеджеры. Для чего? Для того, чтобы потом завозить из-за рубежа лекарства, да? Иметь на этом неплохие бабки, да, и из-за рубежа, и на всей таможенной очистке этих лекарств. То есть, это целая система на логистике. То есть, наживается по полной программе этот человек, который, ну, как бы сказать, и система, как таковая, да, капиталистическая. Ну, и имеется в виду конкретные персонали, которые возглавляют эти вот направления. Нам же сейчас объясняют, что у нас всё от коррупции, да, и коррупция — это чисто наше такое, да, вот у нас неправильный капитализм. А на самом деле, на самом деле, всё это абсолютно правильно, абсолютно логично, потому что капиталист в своём развитии, он очень хорошо сращивается с властными структурами, образуя государственные монополистические комплексы. И только дурачок будет думать, что я, если буду свободным предпринимателем, то я буду свободным всегда. Свободным ты будешь предпринимателем только тогда, когда ты срастишься с мощью государства, с его административным чиновничьим аппаратом, обеспечившись себе с помощью этого чиновничьего аппарата защиту законами, а главное, ещё и обеспечившись себе защиту силовыми структурами этого государства. Закон-то закон, но когда у тебя приватизированная армия, приватизированная Росгвардия и прочие структуры, вот тогда хорошо, тогда ты сможешь вот этот капитал на себя, так сказать, аккумулировать, а простой человек, его здоровье, там какая-то медицина, какие-то бабушки умирающие, от чего угодно, хоть они пускают и от рака умирают, хоть от сезонных вспышек, например, лёгочных заболеваний, ну, пульмонология, да? Да, самое главное, сердечно-сосудистые. Хоть от ковида, да, хоть от сердца, да хоть от чего угодно, тебе будет плевать, потому что для тебя золотой телец, капитал, это, ну, как бы сказать, твоя главная цель. Если ты будешь, ну, иметь другую цель, то это будет уже не капитализм, да, то есть ты просто не выживешь в этом строе, да, то есть это объективное развитие надстройки и социальных отношений внутри надстройки. Я, как бы, даже не удивлён. Но, опять же, история нам предоставила ещё один пример убедиться, да, в том, что уроки истории надо учить очень хорошо. И, к сожалению, в жизни нам оценку, как вот вы, например, как преподаватель, можете ученику поставить три, да, и сказать, что-то троечка. Переподготовься. Не хочу тебя двойкой мучить, но лучше пересдай. То жизнь, она так не говорит, вот тебе, ладно, сейчас троечка, да, прокатил, да, перевалился, да, типа, но ты мне пересдай. Или отработаешь, например, у меня на семинаре, там, поможешь мне вот это сделать, заодно изучишь эту проблему. Жизнь так не даёт, ну, тебе исправиться такой способ. Она тебя жёстко наказывает во всех смыслах. И накажет, как ни странно, этих капиталистов тоже, тоже, вот этих всех чиновников, которые срослись с капиталом, она их тоже накажет. И вот эти все звоночки, типа, выступления в Владикавказе, там, да, это именно что, первые звоночки. На самом деле, тут у меня в связи с приближающимся через три дня Днём Победы есть очень, очень неудовлетворительная оценка, которую я могу поставить, так сказать, нам всем. Ну, конечно, в первую очередь нам как настройке. Потому что вот в 41-м году -45-м году был страшный вызов военной угрозы. И вы посмотрите, что, во-первых, а, справились, хотя никто бы не сказал, что это физически возможно, потому что ни у кого не получилось больше. И в рекордные сроки отстроили страну. Это был второй мегавызов после этого. Но, посмотрите, там динамика, положительное развитие событий была понятна уже к концу осени 41-го года. Уже было понятно, что динамика развития положительная. Сейчас, прошу прощения, у нас этот ковид, это не, слава богу, просто вот двумя руками можно креститься, слава богу, это не третья мировая война. Это просто люди кашляют. Все. И уже, прошу прощения, даже с этим, блин, кашлем наш капитализм, причем наш не в стране, а в мире, потому что у нас лидер по ковиду это Америка, самое богатое государство в мире, с гиперконцентрацией миллиардеров и всего остального. Так вот, из-за кашля, прошу прощения, уже просто экономика становится раком. То есть, бороться они с таким не могут, а это не чума, не третья мировая война. Кстати, а где гарантия, что, ну да, сейчас у всех выработается иммунитет против этого ковида, который, кстати, готовьтесь, а оставайтесь с нами навсегда. Он теперь никуда не денется. А где гарантия, что у нас какой-нибудь эволюционирует штамм чумы, например, с которым уже просто разучились бороться? Ну вот, такая самая зараза, которая дает почти стопроцентную смертность при заражении и ровно так же вирулентно, как легочная форма чумы. Это вы представляете, что бы сейчас было? Сейчас эта штука немного страшнее гриппа по смертности. А чума, которая в миллион раз страшнее гриппа, вот что бы сейчас было? Сейчас у нас имеется, по-моему, 50 тысяч смертей во всем мире. Я примерно, ну, ну да, 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 порядок, по-моему, примерно такой. А было бы уже 50 миллионов. Вы представляете, что бы это было? При том, что нет гарантии, что это что, мало, у нас не как-нибудь там это, не эволюционирует. И следующий COVID там 2025 не будет с такой летальностью. Вот где гарантии? Нет гарантии. Разумеется. Разумеется, мы живем в биосфере Земли. У нас постоянно угроза, я с этого даже начал, да, она присутствует. И еще хорошо, что к нам сейчас вот этот гость пожаловал, ну, мягко говоря, это не Эбола, например, да? Да. Вот представьте, если бы Эбола начала распространяться, например, воздушно-капельным путем. Да. Вот это было бы тогда, да. Вот это бы была картина Репина «Приплыли». Тут уже и сейчас «Приплыли», и вы правильно отметили, что у нас тут светоч демократии и образец капитализма для многих тут трещит по швам. У них там уже все, вооруженные конфликты открытые. В Мичигане там ребята захватили, отменили эти карантинные меры, захватили местный Капитолий, и там вот произошел захват власти вполне себе силовой и принуждение действующей власти к принятию определенных мер, то есть силовое принуждение. Вот тебе, пожалуйста, образец-то демократии. Что-то я что-то… Вообще-то, когда люди приходят с оружием и кого-то заставляют что-то принять, ну, как-то говорить здесь о демократии может только полный идиот. Хотя вот я тут эту новость когда увидел, да, в социальных сетях очень много вот этих наших любимых демократов за свободный рыночек, они именно так и сказали, что это проявление демократии. Я про себя пожелал им такого проявления каждый день, чтобы к ним каждый день вооруженный дядя приходил и демократично их просил что-то принять. Ну, что делать, потому что, к сожалению, не их вина, это их беда, этих людей, подавляющего большинства. Отлично. Большое вам спасибо за беседу. Надо еще поговорить будет. Максим Ратвилович. С наступающим. Все взаимно. До свидания. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok